Драгоценные кристаллы, умная техника и автомобили будущего. Более 70 ведущих белорусских предприятий презентовали свои товары на выставке в Астане. Они представили разработки машиностроения, информационных технологиях, легкой промышленности и других сферах. Одной из первых с новинками ознакомилась моя коллега Женар Дулатова. Так, по словам белорусских инноваторов, выглядит транспорт будущего. Эти машины будут передвигаться по принципу фуникулера, но при этом их скорость может достигать 500 км в час. Изобретение прошло все проверки и теперь им заинтересовались инвесторы почти 200 стран. Среди них Казахстан. Не исключено, что уже совсем скоро и у нас можно будет проехаться по таким небесным дорогам. В ближайшее время она завоюет мир. В частности, у вас в Казахстане уже разрабатываются авантпроекты от Алма-Аты на Иссык-Куль, вдоль Иссык-Куля, от Алма-Аты через горы на Иссык-Куль и кратчайший путь от Алма-Аты на Чалпан-Ата. И рассматривается ряд других проектов. Всего на выставке свои товары презентовали более 70 производителей. И не только в промышленной сфере, но и в пищевой. Гости могли больше узнать о предприятиях и здесь же продегустировать их продукцию. А пока посетители знакомились с экспозициями, предприниматели двух стран приняли участие в Казахстанско-Белорусском бизнес-форуме. По словам премьер-министра Бахаджана Сагентаева, в нашей стране действует более 250 совместных предприятий. Выставка даст новый импульс этому сотрудничеству. Вижу большой потенциал для дальнейшего развития нашего торгоэкономического сотрудничества по трем основным направлениям. Увеличение торговли, инвестиционное сотрудничество и развитие транспортно-логистической инфраструктуры. Мы готовы развивать каждое из них. Готовы к сотрудничеству и белорусская сторона. На форум прибыли руководители более 120 ведущих компаний, известных во многих странах мира. И они не намерены уезжать без подписанных контрактов. Отмечу, по словам экспертов, товарооборот между двумя странами за два десятка лет вырос почти в 10 раз. Казахстан также обладает серьезным экономическим потенциалом в различных областях, современными производствами, высококвалифицированными кадрами. У людей есть стремление совершенствовать свою жизнь и желание трудиться. И это вселяет в нас определенный оптимизм и предопределяет наши перспективы. Напомню, вход на выставку белорусских товаров, которая расположилась в центре Корме, свободная экспозиция будет работать до 15 августа. Жанар Дулатова, Дауренум Биталиев, Хабар-24, Астана.